Всем привет! Я Жванова Светлана, я заводчик кошек породы Пикси Боб. Мы находимся в городе Новосибирск. И сегодня я хочу поделиться с вами тем, как быстро подстричь когти котенку. Многие владельцы сталкиваются с тем, что когти отрастают, когда котенок к ним приезжает в новый дом, и их надо подстригать. Для этого вам понадобятся ножницы, любые ножницы для стрижки когтей питомцу и любая прищепка. Конечно, если ваш питомец абсолютно спокоен и сидит у вас на руках спокойно, то вы его просто садите на коленочки и начинаете подстригать когти. Никаких проблем с этим не возникает. Но есть такие шаловливые питомцы, как вот там, тот вот, допустим, котенок шебутной, да, который бегает, прыгает, ему хочется резвиться и совсем не хочется стричь когти. И тогда, что нам делать? Как нам надо подстричь когти, чтобы котенок чувствовал себя хорошо и не боялся? Вот, посмотрите, котенок. Нажимаем вот так вот лапку. И освечиваются коготки. Вот они, видите? Вот такие. Вот сейчас котенок у меня сидит просто в руках и он врывается. Он не хочет давать стричь когти. Что мы делаем? Мы берем обычную прищепку, любую. Держим котенка за холку. Вот так вот прищепочкой прищемляем. Теперь котенок абсолютно спокоен и сидит. Видите, он никуда не дрыгается. Мы берем, нажимаем на лапочку. Там, где белый накоточек, мы обстригаем. Вот так. А там, где темненький когеточек, красненький, мы оставляем. Подстригаем в кокоточке аккуратненько и быстренько. У этого котенка уже почти подстрижены кокоточки. Поэтому процедура не длительная. Быстро делается все. Не забываем про пятый кокоточек, который находится вот здесь, сбоку, с края лапочки. Вот. Котенка все подстригли, передняя. И прищепку снимаем. Все. Котенок может бежать играть. Ну, беги скорей, малыш. То же самое с другим котенком. Берется котенок. Лапочки смотрим, проверяем, насколько длинненькие когти. Насколько длинненькие. Котенок коротенький кокоточек. Нажмите на лапу котенка и ногти вылезут. Ближе к лапе они красные. Ту часть мы стричь не должны. Стрижем только прозрачную часть. Вот посмотрите на ноготь человека. Вы видите, красная полоса, вот этот вот ноготь сам. Его стричь нельзя. Все, что белое, это сам кокоть. Точно такая же система у кошки. То, что красненькая не стрижем, то, что беленькая стрижем. На этом видео очень четко видно, где заканчивается красная часть и дальше идет коготь. Посмотрите внимательно. Еще раз повторяю. Вот эта вот часть, вот эта вот красная, она такая же есть у кошек. Там находятся кровеносные сосуды. Ее стричь нельзя. Мы состригаем только вот эту вот часть белую. Особое внимание хочется уделить кошечкам, у которых поле лапки. То есть дополнительные пальчики на лапках. Дополнительные кокоточки могут скрываться между пальчиками. Поэтому будьте внимательны. Проверяйте, чтобы эти кокоточки не впились и не травмировали кожу вашего питомца. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok